Хорошо, дорогие. В основном женатики, я вижу, у нас сегодня собираются на молодежное служение. Знаете, это, я думаю, не просто так. Я думаю, что наши должны быть прежде всего... Знаете, как оно идет? Мы должны показать пример тем, которые после нас. Я думаю, что прежде всего с нас тоже должно очень многое, что начаться с женатиков. Я думаю, что... Да, позже. У меня даже определенные вещи родили в сердце, что, может быть, обсуждать кое-какие темы, трогать определенные вопросы, например, семейной жизни. Я думаю, даже холостым будет приятно и важно послушать об этом. Но сегодня я хотел бы немножечко поговорить о самыми большими проблемами, или еще, если можно так сказать, среди молодежи, особенно те, которые сингл, те, которые еще не имеют своих мужей или жен. Я думаю, всем нам будет полезно послушать об этом. Даже и молодежи, те, которые из нас более молодые. Некоторые вещи я буду касаться, которые дети не смогут понять. А те, которые смогут понять, значит, для вас уже время это понимать. Потом можете прийти домой и спросить вопросы, задать вопросы своим родителям. Знаете, интересно заметить, что сегодня последняя статистика. Дети от 10 до 12 лет, это первый раз, когда they are actually, ну, открыто, exposed. Или первый раз, когда они видят, например, какие-то images или фильмы, или материал содержания, который для взрослых, только для взрослых. И то для взрослых, которые не знают Бога. И это то, что происходит в нашем обществе сейчас, определенная тенденция, которая толкает молодежь и людей к определенному моральному и внутреннему развращению. И вот об этом я хотел бы поговорить. Вы знаете, рассуждая и просто смотря, сталкиваясь с молодежью, имея определенные беседы, я вижу, насколько в последнее время размыты границы. Очень много из тех вещей, которые я сегодня буду говорить, не обязательно будут обращены к вам, те, которые здесь, потому что я буду говорить прежде всего в камеру. И там молодежь, которые будут слушать эти определенные слова, я вам посоветую, and I just want to strongly encourage you to come into the church, потому что церковь, это не просто обмен информацией. Другие, я не верю в такую церковь, которая только по интернету, потому что, несмотря на то, что мы можем услышать Слово Божие по интернету, оно может коснуться нас, но нам нужно приходить и стать частью локальной церкви, для того, чтобы произошло исцеление в отношениях. Нам нужна помощь, нам нужна поддержка людей, которые верят и знают и служат Богу. И это очень важно. Момент, о котором я хотел бы поговорить сегодня, будет касаться христианской dating, или как можно сказать, я не знаю, встречи. И все, что касается до этого, и также касается после этого, и в момент этого. В общем, название будет немножко широкое, мы посмотрим, сколько у нас будет немножечко времени. Я не хочу занять слишком много, потому что оставить хочу немного времени для молитвы. Поэтому, хорошо, давайте краткое слово молитвы. Я хочу помолиться, чтобы Господь благословил в этом. И мы начнем наше изучение. Господь, слова Твои несут жизнь. Слова Твои дают нам победу и силу. Ты сказал в Своем Слове, как юноши содержат в чистоте путь свой. И только один есть ответ – хранением себя по Слову Твоему. Когда стирается в нашем сознании Слово Твое, когда люди начинают понимать, что Слово Твое было для вчера, и для ветхих родов, для других веков, это есть причина падения человека, личности, семьи, также цивилизации, Господь мой, страны и всего мира. Когда Слово Твое, которое есть авторитет и стандарт того, кто есть Ты, Твоей личности, как Творца Твоей святости, как всеобъемлющего Бога, когда мы пренебрегаем Твоим Словом, мы ставим себе подножку, мы теряем Твою благодать, мы попадаем в капкан греха, разврата и нечестия. И я уверен, мой Отец, что это есть корень проблемы сегодня в молодежи, даже тех, которые называют себя христианами и ходят в церковь. Я хочу, мой Господь, сегодня при помощи Твоей нанести этот удар, мой Господь, с помощью Твоего Слова удар в эту твердыню сатаны, Господь мой, что касается интимных отношений и близости, и общения молодежи друг с другом. Посему я прошу Тебя о Твоей благодати, те, которые будут слышать меня здесь и через интернет, мой Господь, пусть Слово Твое мощно и сильно говорит в их сердца, для того, чтобы наши жизни преображались в свете Твоего Слова. И Ты будь за все прославлен, ибо Ты единый Читель между нами, великий Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Господу. Хорошо. Прежде всего, я хотел бы прочитать пару мест из Священного Писания для начала, о важности Слова Божьего. Давид сказал такие слова, я хочу вам их предложить. «С заповедью Твоей Ты сделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твоих храню. От всякого злого пути я удерживаю мои ноги, для того, чтобы хранить Твое Слово». В этом псалме Давид просто очень открыто выражает свою любовь к Слову Божьему. И говорит, прежде всего, что Слово Божье для меня не бремя, не закон, не что-то, что я положил на себя, и теперь мучаюсь, как бы мне выполнить то, на самом деле, с чем я живу. Но он говорит, что слова Твои, вот здесь в 103 стихе я не дочитал, «Сладкий гортани мои слова Твои, лучше меда устам моим, Слово Твое светильник ноге моей, и свет стезе моей». То есть Слово Божье ничего не имеет общего с чем-то outdated, с чем-то, знаете, что не несет в себе силы, в чем-то, что не несет в себе света. Но Библия очень конкретно и мощно заявляет, что если какая-то философия, какая-то мудрость, какие-то размышления не говорят, как это слово, то в этом нет света. Библия говорит, что Давид с дерзновением сказал, что он этой заповедью сделался мудрее врагов его. В нашей жизни сегодня есть много врагов. Один из самых больших врагов каждого из нас, и я уверен, самый большой, это мы сами прежде всего. Иногда для того, чтобы... И мы, я заметил, очень часто не знаем самих себя. Библия говорит, что сердце человека крайне испорчено. Кто его узнает? Господь, ты один проникаешь в глубину сердца. Поэтому заповедь Божия, единственное оружие, которое настолько глубоко может проникнуть во внутренность твою, что может проникнуть в глубину твоего сердца, которого ты сам не можешь знать. Поэтому сделай, give yourself a favor. Посмотри внимательно в изучение слова Господня, потому что они сделают тебя мудрее старцев, которые прожили всю свою жизнь и получили определенную мудрость. Я недавно говорил с одним человеком, который имел определенный негативный экспириенс в своей жизни, опыт, и он вернулся и сказал, да, я определенные вещи в своей жизни получил, определенные выводы, уроки сделал. То есть, вот так люди, живя жизнь, делая ошибки, делают определенные выводы. И старец, можно сказать, это тот человек, который получил определенные выводы. Но тебе не нужно идти этим обходным путем, прожить всю свою жизнь. И когда тебе будет 78, ты будешь сидеть на лавочке и говорить, я бы желал бы, чтобы я вот жил свою жизнь вот так, вот так и вот так. В итоге ты найдешь, что Слово Божие было правильно, а твои выводы были неправильны. Поэтому это еще один из причин, почему нужно посмотреть на Слово Господне. Он сказал также, я разумнее моих учителей. И всякие из нас, кто желает быть разумнее учителей, мы должны обращать внимание на Слово Божие. Тем не менее, Библия говорит, что в последнее время люди будут особенно развратны, злы. Они будут подвержены всяким проблемам. И я уверен, знаете, основание, корень этого всего – это эгоизм. И чем больше мы будем рассматривать эту проблему, даже проблему юношеских жизней, проблемы похоти и так дальше, она будет очень сильно иметь дело с определенными личными амбициями. И с тем, что мы, например, как люди, можем рассматривать вещи или ситуации в жизни, или даже отношения, с другими людьми, с точки зрения эгоистической отношения. То есть, что я с этих отношений могу иметь и что могу взять. И это, в принципе, корень проблемы with Christian dating as well. Хорошо. Ну, приступим. Знаете, интересно, что в 2002 году был в article USA Today была опубликована одна статья, которая сделала… Это не религиозная была статья, которая сделала определенные публикации, которые сказали, что более пяти миллионов людей сегодня в Америке. Это, кстати, возрастает, возрастает, возрастает. Сегодня живут не в браке, но имеют определенные отношения. Как их назвать по-английски? Которые живут не в браке. Ко-хаби-тейшн. Sounds good? Окей. Которые живут вместе, не находясь в браке. Более пяти с половиной миллионов пар. Библия… Не Библия, а эта статья также говорит интересный факт, что те люди, которые сегодня больше половины, гораздо больше половины людей, которые сегодня женятся или выходят замуж, до брачные отношения у них были. Определенные сексуального характера были до брачные отношения. И эта статья говорит, что у них эти люди по статистике, просто по подсчетам, это ничего не имеет дела со Словом Божиим, хотя Слово Божие об этом утверждает. Да, гражданский брак. Гражданский брак. Ну, по-английски cohabitation, или гражданский брак. То есть сожительство. И эта статья говорит, что эти люди гораздо больше, гораздо больше more likely, или как имеют шанс развестись и разводятся, чем те люди, которые не имели никаких отношений до своего брака. Тем более, ну, интимных отношений речь идет. Полностью независимо от религиозных источников статья. Тем не менее, Библия нам говорит о том, что Бог определил для этого, прежде сотворения мира, Он определил для того, чтобы мы имели определенные такого рода отношения, имели определенные такого рода отношения. И наблюдали за то, чтобы нам не попасть в эту сеть. Хорошо. Давайте посмотрим притчи. Я начну, пожалуй, отсюда. Притчи, пятая глава. С первого стиха. Сын мой, внимай мудрости моей, преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность, и чтобы уста твои сохранили знания. То есть нам нужен правильный источник, нам нужна правильная информация, потому что, верите или нет, но все в нашей жизни, все процессы, все решения, которые мы сделаем, они регистрируются здесь. И разум человека, это как поле битвы. И Соломон, который имеет экспириенс, имеет опыт в отношениях, ну, скажем, что у него было 700 джон и 300 наложенец, он понимает силу отношений, отношений, и отношений близости. Он говорил такие слова, что прими мои слова, только слова могут помочь тебе. Иногда мы можем сказать, ну, что слова? Разве слова что-то могут? Поверьте, слово есть источник твоей праведности, либо источник твоего беззакония. Поэтому твоя либо безбожная жизнь, либо праведная жизнь, начинается со слова, которое ты слышишь. То есть с того времени, которое ты проводишь, либо в одном источнике, либо в другом источнике. Ибо мед источает уста чужой жены, и мягче и лея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоостры. Это как к братьям, так и к сестрам относятся. Ноги ее не сходят при испорте, стопы ее достигают при исподней. Если бы ты захотел постигнуть путь жизни, то они не постоянные, ты не знаешь их. Итак, дети, слушайте меня, а не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровья твоего, очень внимательно, здоровья твоего не отдать другим, другим, и лет твоих не отдать мучителю, чтобы они насыщались силою твоей чужие, и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены. И скажешь, зачем я не видел наставления, и сердце мое пренебрегало обличением. Это один из уроков, которые любой старец вам может преподать. Это один из уроков, которые Библия, Слово Божие, Господь нам дает определенное наставление. В другом месте апостол Павел говорит, что когда двое людей имеют определенные близкие отношения, они становятся одной плотью. Павел говорит, соединяющийся с блудницей становится одно тело с ней. Знаете, много было сделано определенных научных таких подходов к этому вопросу. И знаете, говоря просто, даже с медицинской точки зрения, я имею определенный опыт, что даже болезни определенные, вещи, которые может человек передать другому человеку в связи с этих определенных интимных отношений. Определенную порцию, если так сказать, я думаю, взрослые меня поймут, младшие, те, кто не поймут, они ничего не поймут. Я буду так говорить, что те, которые меня поймут, значит, вам нужно меня понять. Определенную порцию тестостерона, мужского гормона, женщина получает, когда она замужем за своим мужем. И этот мужской гормон становится частью ее. Он влияет на ее тело, на определенные вещи, которые происходят в ее организме. То есть, тогда это были основанные факты, что становится одной частью. Определенные вещи становятся частью тела жены, которые, например, есть часть тела мужа. И определенные характеристики, информация. Тестостерон, прежде всего, это гормон, который несет с собой определенную информацию. Он становится частью тела жены. И поэтому, всякий раз, как всякие добрачные отношения, это, можно сказать, девушка, если она имеет таковые, она собирает себе, можно так сказать, информацию разных мужчин, и ее тело будет обременно этим. Некоторые, некоторые старицы пошли даже настолько далеко, даже, что некоторые фичеры из ее будущих детей могут быть, могут повлиять на то, с какими мужчинами она была до этого. Потому что определенная информация сохранилась в ее теле и как бы отпечаталась. Знаете, как ксерокопию делают? Определенная ксерокопия остается просто как часть в ее теле. И Библия об этом конкретно говорит. Мало того, для мужчины определенные вещи точно так же. Они влияют на его эмоции, на его тело, на его жизнь. Библия здесь говорит, что ты потом можешь, твое тело будет полностью истощено. Я вижу, например, даже сегодня вижу некоторые ребята, которые, имея определенные отношения не в браке, которые сугубо плотские. Насколько они истощают свою жизнь, свое тело. Некоторые из них, знаете, проводя определенное время там, где они должны проводить, потом не могут работать. Некоторые не могут учиться, потому что мысли обременены мыслями, похоти о других определенных девушках, женщинах, с которыми отношения они имели. И они не могут хорошо учиться в школе, потому что есть определенная злая сила, которая связана с этим, когда люди живут вне браки в благословенном Боге, но имеют определенные отношения, не имея завета или союза, а прежде всего с этим человеком. Знаете, интересная такая фраза была сказана одним человеком, но это мы, может быть, потом, я позже коснусь этого, но момент очень интересный, что касательно вот этого гражданского брака и сожительства людей, когда они пользуются, просто имеют определенный бенефит, который Бог определил для людей жить в браке, не принимая на себя ответственность. Я вам скажу, это такой сегодня бич, особенно парней, особенно в мое сердце сегодня к молодым ребятам, к парням, которые просто сегодня живут безраснузданную, расхлябанную жизнь. Они сегодня, многие из них, большинство, которые живут в этой жизни, они даже не имеют права по-настоящему любить женщину, не имеют права, потому что все, что у них, это для того, чтобы просто воспользоваться, удовлетворить свою похоть. Никакой ответственности за нее не взяв, защищать ее, любить ее, хранить ее, то есть я не заключил завета с ней. И они очень часто чувствуют себя очень insecure в этих отношениях, потому что эти отношения ничем не связаны. И после того, как происходит определенное «ты мне, я тебе», такой своего рода обмен, эти отношения просто потом разрываются, ничего кроме ран и проблем не остается в жизни человека. Тем не менее, это как бы касается более сейчас такой стороны ребят, которые, может быть, ходят в церковь, но на самом деле не ищут и не любят Бога. Есть другая сторона, которую я точно так же заметил в церкви, быв определенное время, что есть люди, которые ходят в церковь и искренне желают служить Богу. Но тем не менее, эти все отношения, sometimes под влиянием голливудовских историй или мувис, или всех этих красивых вещей, красивой такой страсти и желания людей быть вместе, создавать семью и так далее, которые очень часто, если мы посмотрим сегодня, заканчиваются каким-то, знаешь, чем-то таким дешевым. Вот, но тем не менее, это имеет определенное влияние на наш разум. И как вот здесь, мы не уклоняем свой разум от того, чтобы не смотреть определенные вещи, которые приходят из Голливуда. Ну, например, какая любовь сегодня описывается в Голливуде? Как вы думаете, guys? Владик, какая любовь сегодня описывается в Голливуде? And being promoted. Self-sacrificial love, like Christ loved the church, которое все для того, чтобы сохранить отношения, любить человека всем сердцем, как Христос возлюбил церковь, и как церковь должна иметь определенное подчинение, уважение, или нечто другое, как ты думаешь? Last. Indeed, indeed so. Last, или похоть, другими словами по-русски сказать. На самом деле, все, что being promoted, это похоть, потому что на этом очень легко взять и зацепить человека, сделать определенные сцены, знаете, как некоторые даже большие компании, которые делают кино, они говорят, обязательно, даже делали недавно фильм, недавно, давно я читал где-то, фильм про космонавтов, и один главный режиссер и продюсер ломал голову, где ему вставить сцену, где будут два человека иметь определенные интимные отношения, потому что он говорит, без этого просто муви, ну, не будет пользоваться определенным рейтингом или спросом. То есть, вообще отдаленно от этого тема, тем не менее, все равно там нужно сделать что-то, что касается отношений. Тем не менее, под этим всем влиянием сегодня растет точно так же молодежь, христианская молодежь. И, знаете, сегодня идут такие, как бы, промоушенс, я должен узнать человека, прежде чем, например, я женюсь на нем или выйду замуж. Я должен узнать этого человека. И таким образом, мысли такого рода толкают нас к определенным вещам, что вроде бы dating, something like Christian dating. То есть, как можно понять, что такое христианские свидания или христианское времяпровождение вместе? Вот, я не знаю, например, для чего, в чем определенный смысл? Я знаю, что некоторые из вас, я не имел такого, когда я стал, когда я пришел в церковь и быть верующим, но некоторые из вас имели определенный опыт такого, так называемого, христианского dating, где ты встречаешься с человеком для того, чтобы больше его узнать. Я заметил уже с опытностью определенную, не только с опытностью, но и основание Слова Божия, где Библия говорит, в принципе, Библия не поддерживает такую практику. Не поддерживает. Что происходит, например? Ну, позвольте мне прочитать одну такую. Современная мудрость, как бы assumes, это было на английском написано. Я прочитаю на английском, потом постараюсь перевести на русский. То есть, например, заметил, что происходит. Знаете, когда, например, люди встречаются, на самом деле не имея определенных... Я думаю, прежде всего, для того, чтобы даже у нас родилась мысль. И даже, я думаю, всем нам полезно послушать, потому что у нас растут дети, с которыми мы должны иметь определенные давательные наставления. Я понял для себя, сделал определенные выводы, что человек даже не должен задуматься иметь определенную, например, opposite sex friend, например, парень, иметь девушку, как своего друга, человека для общения, если у него не созрело четкое и конкретное решение жениться. И я думаю, еще пару вещей. Иметь определенное благословение, может быть, со стороны родителей, или хотя бы консент, хотя бы уверенность или знание родителей того, что, например, я встречаюсь, например, можно сказать, я, Саша, встречаюсь, например, с верой. И родители этой девочки должны об этом знать, и мои родители должны об этом знать, что у нас есть определенное общение для того, чтобы и мы движемся к тому, чтобы друг друга узнать. У меня, скажем, есть работа, я готов к тому, чтобы взять на себя ответственность серьезных отношений, и все это движется к тому, для того, чтобы нам жениться или выйти замуж. В Израиле вообще, как таковое, вообще, как бы, стрелания, они не стояли как вопрос, потому что девочки женились родители, когда им было где-то, когда они достигали puberty, то есть 13 лет, когда им выходили 13 лет, это все было arranged by parents, родители. Родители, например, семья, семью, у них там были определенные вещи по коленам, по землям там и так дальше. Семья, семью, отец с отцом договариваются, например, вот там мальчики, кстати, где-то были 15-16 лет, девочки были 13-14 лет. Представьте, мы сегодня думаем, наши дети еще дети, вообще в Израиле, они уже имели определенные отношения, через которые, как бы, уже было все сделано, там определенные, как покупалось, определенный дар давался родителям жены. Родители платили, как бы, и помогали, ну, детям для того, чтобы они имели определенные отношения, как бы, дальше в супружеской жизни. Сегодня все совсем по-другому. То есть я говорю о чем? Что раньше родители в основном имели на себе ответственность за отношения, за то, чтобы договориться. Если вы посмотрите даже послание апостола Павла, где он говорит к отцу, обращаясь в основном к отцу, и говорит, если ты захочешь хранить свою жену, свою дочку, как девственницу, ты имеешь право на это сделать, ты не согрешишь. То есть отец имел настолько, как бы, ответственность, что он даже мог свою дочь, как бы, хранить в таком-то отношении, либо выдать ее замуж. То есть она находилась под властью отца в своем доме. Мало того, под Ветхом Завете отец имел на себе полную ответственность для того, чтобы сохранить свою дочь, как девственницу до брака. Это ложилось на плечи отца. Это очень серьезная ответственность. Отложилась на плечи отца для того, чтобы сохранить ее. Она должна быть воспитана и выращена в определенном возрасте для того, чтобы она была сохранена. Сегодня, например, структура брака, и сегодня, например, в нашем западном мире происходит все по-другому. Дети находят себе, как бы, такой emotional, такой attachment to somebody. And sometimes, иногда они чувствуют, что, окей, это правильный человек для меня, я чувствую, что что-то мне нужно. Иногда мы не готовы слушать родителей, иногда они не готовы, как бы, принимать определенные советы мудрости от старших в церкви, от лидеров в церкви. Они готовы просто делать то, что им кажется правильным. Тем не менее, родители должны, как бы, заплатить за это и помочь сделать все это, как бы, и так дальше. И, знаете, статистика сегодня говорит, что даже среди христианских браков уровень развода очень сильно усилился, потому что, по части иногда, мы просто не понимаем, как мы должны подходить к этому вопросу брака, замужества и близких отношений. Что происходит, например, встречаясь с определенными людьми, говоря очень много с молодежью, обсуждая определенные вещи, что я заметил, что происходит в жизни многих из них, которые верят или верили в христианское такое, ну, дейтинг или когда они могут вместе, как бы, сказать. Ну, какие есть бенефит с того, что человек может встречаться? Жень, как ты думаешь, встречаться до брака с другим человеком? Какие есть от этого бенефит, как бы, хорошие стороны этого? В основном, в основном, самое главное, это узнать. Узнать человека. Я должен узнать, кто это за человек, чем он дышит, как бы он живет и так дальше, и так дальше. Да, это как бы неплохо, это как бы хорошо, это как бы встречается, что мы должны вот узнать, и мы должны приблизиться к определенным таким отношениям, где мы эмоционально приближаемся друг к другу, чтобы как бы больше друг друга узнать. Что я заметил происходит? Я думаю, что некоторые из вас могут testify to that. Когда мы приближаемся к таким отношениям, очень часто бывает то, что они не работают так, как бы мы хотели. Они идут определенно, даже пусть без физического, без физического такого, знаете, прикосновения. Христианская, скажем, церковь, молодежь, имеют просто общение друг с другом. Не имея даже каких-то физических прикосновений, определенных близостей и так дальше, тем не менее, растет определенное эмоциональное involvement, как это сказать, проникновение, проникновение такое. Потому что всегда позиция парня в этом отношении выиграть сердце девушки, позиция девушки в этом отношении расположить сердце парня к себе. И все это в итоге ведет к тому, чтобы они стали близки друг к другу. И так на эмоциональном уровне уже происходит определенное слияние или сближение. Если эти отношения не срабатывают, кстати, есть парни, для которых, кстати, просто это становится уже игра, это тоже не просто так. Когда эти отношения не срабатываются, эти отношения разрываются. И после того, где было определенное что-то вросло туда и потом вырывается, что там образуется? Как вы думаете? А? Шрам. Шрам. А что это такое? Рана. Да, образуется рана. Потом эта рана через определенное время потихонечку зарастает, но там образуется такой шрам. И знаете, на самом деле, что шрам гораздо... Это не как твоя натуральная кожа. Шрам, он гораздо более твердый, он менее чувствительный. Если у кого-то из вас есть большие шрамы, если вы дотронетесь до него, вы можете почувствовать, что он не настолько чувствительный, как твоя кожа. А что, например, если такое вот dating или emotional, такое эмоциональное сближение друг с другом происходит раз, два, три, четыре. Как вы думаете, что потом происходит с этим сердцем? Это не может пройти бесследно. Не может пройти бесследно. Она потом становится немножечко более так callous, немножечко менее такое чувствительное. Например, в сфере парней, что я вижу потом происходит, определенные даже их качества, они уже на сестер смотрят, как на определенное что-то, что интересно, как игра. И знаете, здесь выходит такое понятие, как флирт начинает включаться. Такие, как это, как это можно сказать, христианские такие, зацепить на крючок. Интересно, зацеплю или нет? Зацеплю или нет? Даже на конференциях очень часто, знаете, ну я не слепой, у меня есть глаза и есть определенный опыт. Мы ездим на определенные даже христианские вещи, собрания, конференции. Я вижу, как парнишка, например, христианин, разговаривает с другой сестричкой. И ты можешь сказать, когда кто-то разговаривает с сестрой, как с сестрой в Боге, и когда кто-то разговаривает с ней, для того, чтобы just another target. Просто еще одна цель, для того, чтобы зацепить ее внимание. И она таким образом имеет такое отношение, может быть, она вообще никогда никого не имела, не имела никаких инволмансов, она вообще неопытная в этом отношении, она не имела никогда никаких парней, она очень наивная, очень открытая, скажем, сестричка, если мы так взяли. Будьте очень аккуратны, сестры. И вот такой парнишка, который, например, прошел через определенные отношения, либо vice versa, в другом отношении. Бывает сестричка такая, знаешь уже, она знает, что почем, как влияет, как дать, например, определенное внимание обратить, а потом отойти немножечко, и как бы проявить холод, и чтобы потом братишка этот ее достигал, и пытался ее найти, взять ее телефон и так дальше. То есть все вот эти флиртовские приемы. Я вам скажу, я заметил, это происходит в церкви даже на христианских конференциях, и после молитвенных служений, и после всяких других служений, это происходит в церкви, и это то, что мы должны разрушить и разбить в христианской атмосфере. Потому что это то, что только... Думайте, почему сегодня ряды пустые, и многих из нас, которые должны быть сегодня здесь, они сегодня находятся в домах, может быть, своих girlfriends или своих boyfriends. Это как раз именно из-за того, что из-за недостаток определенного учения о чистоте и о важности хранить себя чистым перед Богом. Пусть они даже приходят в воскресенье церковь, но это очень... все совсем по-другому. На самом деле в сердце уже не живет этой чистоты. То есть о чем я хочу сказать? Сердце становится more callous. Callous или там определенные рубцы. Менее чувствительно. И ты уже становишься, например, менее чувствительным к тому человеку или к сестричке, которая напротив тебя. Ты можешь позволить сказать определенные слова, которые могут обидеть или offend. Потому что те из них, которые emotional virgins, если их так сказать, эмоциональные девственники, которые никогда-никогда не были in love with somebody, у него сердце более такое насторожен, он более такое, там нет уже такой опытности. Окей, я знаю уже все как бы. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. То есть здесь нужно хранить себя чисто. И я вам скажу, сохраните себя, постарайтесь сохранить себя. Я знаю, это очень тяжело. Постарайтесь сохранить себя. Особенно те из нас, которые никогда этого не имели. И я думаю, просто важно об этом говорить и учить. Старайтесь сохранить себя emotional, even emotional virgins. Не только для того, чтобы прикоснуться к человеку, у которого я еще не в браке, но даже не get attached to this person. Потому что сердце твое будет считать все эти вещи. И я вам скажу, самый классный, самый благословенный брак потом, после. Я уверен, что Господь исцеляет отношения. Господь исцеляет сердца. Я, например, пришел из мира, и были многие точно так же у меня определенные вещи, attachments, отношения, которые Господь помог мне исцелить. Но тем не менее, я хочу вам сказать, вот, простое мое такое свидетельство. Не то, что свидетельство, а простой такой момент. У меня были определенные attachments to certain people, были определенные отношения, до того, как я еще стал христианином. И вот был момент, знаете, говорят по статистике, когда открылся сайт одноклассники. Уровень разводов в России поднялся, я не знаю, насколько это деление, и что это немыслимо. Как вы думаете, почему? Old girlfriend, первая любовь, и все такое, о, как дела, и начинают общаться, заводить определенные отношения. И вот те чувства, которые были раньше, шрам, который, казалось бы, был исцелен, этот шрам начинает, как бы, открываться. Я сам недавно, знаете, как недавно, месяца три или четыре назад, даже больше, я зашел на веб-сайт и увидел одного человека, определенную личность, девушку, которую я имел раньше определенный, ну, дружили вместе, скажем так, не скажу больше, дружили вместе. И вы знаете, вот момент, когда я смотрел на ее фотографию, хотя я сегодня зам, я уже сегодня женат, у меня четверо детей, но момент, когда я смотрел на ее фотографии, безобидные воспоминания стали возникать у меня в голове. Серега улыбается. Понимаешь, о чем я говорю? Безобидные фотографии начали, и фотографии, а имиджи стали возникать в моей голове. И потом я заметил, с этими имиджи, начинали приходить определенные, более серьезные эмоции, такие, которые попытались меня ухватить. И после того, как я понял, насколько быстро опустошается мое сердце, каждой секундой, которую я смотрел на эту фотографию, я выключил этот сайт, и я сказал себе слово внутри, что я больше не зайду на это. Не для того, чтобы, потому что я не хочу недооценивать силу искушений, недооценивать, потому что я сегодня принадлежу Господу, мое сердце принадлежит моей жене, моим детям, мое сердце принадлежит ему. Я не хочу, чтобы какие-то вещи даже с прошлого пытались даже атаковать то, что я имею сегодня. О чем я хочу вам сказать? Я знаю, у нас есть несколько подростков сегодня. Храните себя, потому что после эти вещи can hunt you down. Всякий раз, особенно когда, хорошо, например, сегодня по Божьей благодати и милости Господь дал мне быть, любить его, искать его от всего сердца. Заботиться о нем и стремиться. И у меня есть определенная мера дерзновения, я могу сказать нет определенным искушениям, которые, например, приходят в мою жизнь. А если бы, например, это был какой-то прохладный христианин, который на самом деле уже не знает ли он, he's not really sure, если он еще любит свою жену, или, например, если он на самом деле уже может остаться христианином. И я вам скажу, знаете, что бы могло произойти? Могло произойти месседж. Из этого месседж другой месседж. И так дальше, и так дальше, и так дальше. Я не буду, я думаю, некоторые из вас знают примеры, которые люди потом подают в определенные вредные отношения и приходят в фрикшнс, даже в христианские семьи, к сожалению. То есть, о чем я хочу вам сказать, что чистота, насколько ты сможешь сохранить себя верным завету своего Бога до твоего брака, я тебе скажу, это будет равнопропорциональным той мере твоего посвящения твоему браку, когда ты будешь уже в браке. То есть, те люди, которые проявили определенную неверность, физическую неверность, например, будучи христианами, а это как бы ставит уже под определенный удар ихнюю жизнь после брака. Даже если, например, я слышал пары, которые уже engaged, уже engaged, уже все, но еще не было молитвы, рукоположения, благословения ихней жизни, и они впадают в этот грех. Большинство таких пар имеют либо очень серьезные проблемы с семейными, либо они разводятся. Те люди, знаете, я имею точно так же определенное общение или опыт с людьми, которые имели очень много отношений до, даже будучи христианом, до своего брака. И потом, когда они уже женились, даже у них красивые, скажем, молодая жена, он вышел, он женился на ней. И потом, их семейная жизнь очень, очень тяжелая, очень трудная, потому что у человека, у этого выработалась определенная, определенная, как это сказать, опытность такая, пользоваться, брать что-то, не отдавая назад. И это одна из самых больших опасностей, вот от такого, знаете, до брачных отношений. Я беру что-то, не имея на себе ответственности, заботиться об этом человеке, хранить его, любить его через through good and through, как эти все христианские, а? Through sickness and health. Через болезни и здоровье, через трудности и нет. То есть, не принимая на себя этих отношений, просто вот такое эгоистическое что-то, что начинает рождаться в этом человеке, самый первый удар потом на его семейную жизнь отражает. Очень серьезный удар. Хорошо. Давайте я прочитаю место Писания к этому. Место Писания к этому. Ну, давайте я еще такое место прочитаю, потом я пару мест Писания прочитаю. Здесь об искушении молодого человека написано, ну, точно так же девушки. Множеством ласковых слов она увлекла его и мягкостью уст своих овладела им. Тот час он пошел за ней, как вол идет на убой, как колено выстрел, доколе стрела не пронзит печенью его. В печени много очень важных, знаете, что ты не хочешь, чтобы стрела пронзила тебе, так это печень. Как птичка кидается в селки и не знает, что они на погибели ее. Интересный пример я один имел. Я думаю, что те из вас, которые могут его понять, они поймут. Один пример я слышал о богомолах, Chinese, которые вот так вот, руки согнуты у них. Chinese они называются, Chinese. Вот такая, она как гусеница, зеленая, не гусеница, а как кузнец. А? Say it again, я не услышал. Yes. Mantis, да, он такой длинный и такой, как богомол. Знаете, интересно, что, например, особенности вот этих фичеров. Я думаю, если бы Соломон полистал Discovery, этот журнал, National Geographic, и он бы увидел как бы фотографию определенного, как у них происходит определенная вещь, и он бы написал не как птичка кидается в селки и не знает, что они на погибели ее, а использовал бы пример этого Praying Mantis. Что происходит у этих маленьких насекомых? Самка, она больше, гораздо больше, гораздо сильнее, чем самец. Самец, он более такой маленький. И вот во время того, как у них происходит слиятие или спаривание, во время этого спаривания у самца есть определенные и просто, знаете, как это сказать, нервные окончания, которые имеют возможность работать. Вот, это я забегаю наперед. Тем не менее, когда происходит это спаривание, самка, когда зная уже, что дело подошло к определенному завершающему этапу, она разворачивается и откусывает голову самца и съедает ее. Между тем, как этот акт еще продолжается. Потому что у этого насекомого есть определенные свойства, что это просто нервные окончания работают. Уже нет никаких эмоциональных вещей, нет никакой романтики, там ничего. Просто нервные окончания работают так, что спаривание продолжается до конца. Но в половине как бы этого спаривания самка разворачивается и откусывает голову самца. Для того, чтобы это делается, для того, чтобы потом обеспечить для ее плода, потому что потом она его съедает. После того, как спаривание заканчивается, она разворачивает и доедает полностью его тело. Это то, что происходит в этом мире, честно вам скажу, гайз. Я вам скажу, очень часто, к сожалению, многие сегодня, которых вот сегодня нет, чем они занимаются, с откушенными головами, где-то вон там, знаешь, бродят на путях, которые ему не нужно ходить. И все это остается просто, знаете, такие физические, просто физическое. Знаете, как уже без головы, уже нет мыслей, уже я не думаю, что я бросаю силки, что они мне на погибель, что эти отношения повлекут за собой серьезные вещи, которые разрушат мою жизнь, полностью разрушат мою жизнь. Я не думаю, о чем в этом, лишь бы был этот физический контакт. Это все, конечно, мы живем в таком мире, где все это популяризируется, поднимается. Нет ничего лучше, чем иметь определенные отношения до брака. Но Библия очень конкретно говорит, что она кидается и не знает, что они на погибель ее. Поэтому, братья молодые, храните себя, храните себя, чтобы не стать жертвой вот этого определенного вражеского такого дела. А? Да, храните сердце и голову. Это точно. Храните сердце и голову. Голова очень, головам еще пригодится. Хорошо. Филиппийцам, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 1 стиха я хочу прочитать. За сим, братья, просим и умоляем вас, Христом и Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу. Поверьте, это не только вы делаете для себя. Мы как бы коснулись этого, что ты в будущем это ты делаешь, ты должен сделать, ты сохранишь благословение о своем браке, о своих отношениях с женой. Но, тем не менее, это идет гораздо глубже. Поступать и угождать Богу. Более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса Христа. Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсть похотения, как язычники, которые не знают Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим или с сестрою, в противозаконное и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Очень серьезное место. Здесь апостол Павел призывает о том, что мы должны вырабатывать определенные качества или свойства для того, чтобы научиться хранить свое тело или свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения. Есть жизнь и образ жизни людей, особенно, которые, например, не слушают наставления родителей, не слушают наставления библейские, got themselves какие-нибудь dirty pictures, got themselves какие-то involvements, определенные влияния с людьми или отношения, которыми они должны не иметь. И таким образом происходит загрязнение их сосуда. И Библия говорит, потом бы они желали бы освободить себя от этого, но они не могут. И таким образом they defile, как в римлянах Павел говорит, они оскверняют свои собственные тела. И потом их несосуд становится оскверненный. И они уже не могут хранить его в святости и чести, не могут предложить Богу его в святости и чести, а просто подвергаются этому игу, этого рабства, страсти похотения. Тем не менее, еще живя такой образ жизни, еще могут влиять на тех людей, которые находятся вокруг них и даже в церкви. Поэтому Библия здесь говорит, что Господь будет за все это мститель. На, хорошо. Теперь поговорим немножечко, как же все-таки найти жену и сын. Мы не можем или мужа. Если я не могу, например, встречаться, иметь определенный дейтинг, который под собой имеет основания. Вообще, дейтинг или определенных встречах даже не может быть идти речи, если человек не имеет работы, недостаточно взрослый и не имеет серьезных отношений, чтобы жениться или выйти замуж за этого человека. При том, родители, обязательно родители обоих пар должны об этом знать. Если ты что-то хочешь сделать или с кем-то там общаться и так далее, и так далее, просто для того, чтобы пообщаться, и ты не готов, и ты не хочешь говорить родителям, почему ты боишься этого? Почему ты хочешь сделать это в темноте? То есть, Библия, она говорит, чтобы мы почитали своих родителей, чтобы мы почитали Бога, чтобы мы делали все определенное, делали в свете. Но, например, если возникают эти желания, и я заметил, эти желания будут возникать у вас прежде всего, когда вы будете, например, делать или смотреть или наблюдать то, что вам не нужно наблюдать. Например, если тебе 15 лет, ну явно ты еще не готов для того, чтобы жениться или выйти замуж. Поэтому храни себя того, чтобы не смотреть определенные вещи, не слушать определенные вещи, но лучше пребывать в Слове Божьем. Помните, когда Бог Адаму, давайте посмотрим в самое начало, когда Бог Адаму приготовил жизнь, Он сотворил его. И потом, что Он ему сказал сделать? Он сказал, Он еще не сказал, что все хорошо. Заметьте, Он не сказал, что все хорошо до тех пор, пока Он не завершил что-то очень важное, что потом произойдет из его ребра. Он сказал Адаму, чтобы Он назвал всех животных. И Адам назвал, стал называть всех животных, и выходили пара львов, лев и львица, пара там, я не знаю, пингвинов. Ну, пингвинов в саду не было. Anyway, ну, пингвинов тоже Он должен был назвать. Хорошо, тем не менее. И Он назвал и заметил, что у каждого из них есть, есть как бы партнер, есть как бы, ну, мейт, как это, супруг, да, спутник жизни. И Он как бы, я думаю, что после этого Он посмотрел на Господа. И Он как бы, среди всех этих, Он не нашел для себя, слава Богу, что не нашел для себя там, Адам. Молодец. Слава Богу, что Он не нашел для себя там никакого, никакого, не для себя, знаешь, suitable helper, да, как Писание говорит. Помощника, равного Ему. И Он как бы обратился к Богу, и Господь Ему что сказал? Что Господь сделал в следующий шаг? Он усыпил его. И вот это состояние, в котором должен находиться парень, который ищет себе жену. Но он должен быть, он должен был, он должен быть усыплен, естественно, не в таком плане, он должен быть emotionally, emotionally. Он должен быть, in a certain way, знаете, он должен быть усыпленный Богом. Потому что Бог однажды откроет ему глаза, откроет ему глаза на ту, которую он приготовил для него. Однажды он откроет, однажды он увидит, может быть, эта сестричка ходит рядом с ним каждый день. Как, например, было в моем случае. И в случае еще многих братьев, которые здесь находятся. Ты был, но ты был в определенном сне. Ты даже, может быть, думал, что это никогда, вау, я, ты даже не консервируешь. Я, например, у меня даже не было мысли жениться. Я служил Богу, я был там молодежи, читал Писание, проповедовал, молился о пробуждении. И потом, опа, мои глаза открылись. И я увидел. Увидел ее, которая стала моей женой. То есть, я до этого, я был эмоционный, я даже боялся, честно вам сказать, мне Верочка потом говорила, что среди сестер было такое слово, что я себя оскопил для Господа. Ну, как, в том плане, что я никогда не женюсь, я посвящу свою жизнь для служения Богу. То есть, у них было такое. Настолько я старался сохранить себя, чтобы ни одна из них не увидела повод в моей жизни, в моем словах, в моем выражении. Братья, слушайте, это просто золото будет для вас. И вы храните себя от этого. Потому что сколько можно наделать делов и шрамов наделать другим людям. То есть, живите в так, чтобы никто из вас, чтобы от вас было такое мнение, что, о, этот парень, наверное, точно никогда не женится. Он посвятит свою жизнь для служения Богу. По милости и благодати Божией Господь дал мне эту возможность пережить это в своей жизни. И я вам советую, вы переживите это точно так же. Сестер, знаете, как вот, какое же отношение должно быть к сестрам? Некоторые иудейские раввины первого столетия. Сергей, ты не знаешь, какое у них было отношение к женщинам? Иудейские раввины первого столетия. Особенно молодые, ревностные. Они настолько перегибали палку, что они чуть ли... Молодая девушка была для них чуть ли не сатана в облике человеческом. Они настолько избегали женщин для того, чтобы не попасть в это, знаете, обольщение. И я ни в коем случае не хочу вас призвать к этому. Мы не должны быть rude или мы не должны быть неприветливыми как христиане. Например, о, там, молодая девушка, значит, все, я там, чуть ли не отойди от меня, сатана. Знаешь, там, и так далее. Естественно, так не должно быть. Но внутри, если в твоем сердце будет желание служить Богу, учись смотреть. Одень очки. Одень очки, которые помогут тебе увидеть сестер, женщин или девушек молодых, как сестер. Начни их воспринимать, как бы это была твоя родная сестра. Начни воспринимать, как это есть дочь Бога, Отца Небесного. Она есть Его дочь. И начни определенный, ну, ну, таким образом с ней относиться. Если уменьши определенные разговоры, пусть они будут конкретные, четкие. А? Как тогда глаза откроются? В том-то и дело. Знаете, мы, я заметил, что происходит в церквях, мы начинаем прибегать сестры к своим методам флирта, братья к своим определенным методам, как завлечь сестру. И таким образом мы можем пропустить волю Божью. Что происходит? Вы вспыхнете друг для друга и начнете гореть и подумаете, о, мы любим друг друга, ты воля Божия для меня, ты воля Божия для меня, ну, 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 до брака. Нагрешитесь, понимаешь, и так далее. А потом, а потом увидите, что no, no, no. И нужно будет разойтись. И куда все это денется? Только шамы определенные будут. Поэтому, о чем идет речь? Мы должны быть emotionally sound asleep. Каждый адам должен быть sound asleep до тех пор, пока его глаза не откроются для жены, которую Господь приведет для него. Приведет. Поэтому, знаете, здесь открывается еще один момент нашего упования на Бога. Потому что, я уверен, может быть, некоторые из нас особо симпатичные, мудрые, красивые, мы можем просто своим талантом увлечь пять девчонок после христианской конференции, пять девчонок, что обратят на меня внимание и захотят мой номер телефона. Или, я говорю, например, сестра или брат. По-любому. Но будет ли это воля Божия? Поэтому настоящий христианин и такой подход должен быть. И у парня, и у девушки. Emotionally sound asleep, как адам. Под это, general anesthesia. Конкретно. Все. Я должен быть холоден. В эмоциональных вещах я должен быть холоден. Касательно, что Бога, или отношения, или общения, там, или, не знаю, места писаний, или относительно, знаете, общения, я не знаю, о каких-то других вещах. Да, я должен быть приветливым, как с сестрой. Как своей сестрой. Касательно других вещей, сразу, я мертв, я в анестезии. Запомните это. Это будет очень, это очень будет полезно для некоторых из вас. И даже примеры, может быть, по которым потом поделиться со своими детьми. Хорошо. Хорошо. Потому что, знаете, еще вот есть такой момент. Знаете, в бизнесе есть такое понятие defrauding. Кто знает, что такое defrauding? Казни, знаете? Есть такое понятие, когда, например, определенная компания имеет определенный бизнес-отношение. И, например, это своего рода обман. И каким на христианский момент это может перевести? Что, например, определенный парень, он подает девушке определенные, как это сказать, позывы. Что я типа, вау, ты была такой. Например, я скажу, я понимаю, что есть, например, девушки, которые очень сильно хотят выйти замуж. И там, я не знаю, брат, например, говорит, о, сестричка, тебе салфетку можешь подать за столом? Она уже понимает это. О, выйди за меня, женись на мне, знаешь. То есть, это не всегда так. Я заметил, иногда сестрички бывают супер-хайпер, там, брат ей стакан водичку налил, знаешь, она уже интересна. А когда он мне предложение сделает? Значит, естественно, это не должно быть так. Это не должно быть так. И вы, и сестры точно так же должны быть настолько же эмоционально холодными, эмоционально конкретными до тех пор, пока Господь не приведет к вам вашего Адама. И скажет, окей, это твой. И он будет тебя любить, и он будет тебя заботиться, и должен будет тебя хранить, и ценить тебя, как зеницу ока хранить тебя, как Христос будет любить тебя. Хорошо. Например, что делают такого рода братья? Я встречал и там, даже в России, когда у нас было строжайшее по нашему учению такое посвящение. Тем не менее, некоторые братья, им удавалось проявить определенные знаки внимания сестрам, да такие, что там, например, знаете, мы сидим в молодежи, а братик говорит в присутствии других, например, даже, говорит, вот сестра такая-то, вот она будет классной женой. Знаешь, и он холостой, и она холостая. Но здесь уже явно, знаешь, что ты как бы не просто это сказал, как бы просто так, знаешь, как бы ты, если ты скажешь такое, вот, например, сестричка, ты будешь классной женой там, и так далее, там сидишь уже такой, там, я не знаю, это неправильно. Потому что действительно, она, какая бы она ни была под general anesthesia, понимаешь, она проснется, потому что это определенные позывы будут для нее, она будет строить для себя определенные мысли. Но что происходит дальше? Такой человек может покрутить, покрутить определенные вещи, это эмоциональные вещи затухнут, а сердечко, может быть, у сестрички уже разбито. У этой девчонки сердце ее может быть уже разбито. Это тоже своего рода. Я думаю, что Господь, как вот здесь написано, чтобы не поступал с братом, здесь не совсем, как бы, правильно и дает, как бы, тебе понимание в русском переводе. Чтобы никто не поступал с братом своим, противозаконно или корыстолюбиво, потому что Господь мститель. До этого говорит о святости и чести, и после этого говорит, что Господь призвал святости. И здесь он, как бы, говорил, Фессалоника, это была одна из самых развращенных мест того времени. И Павел здесь, как бы, говорил о том, чтобы вы, как братья и сестры, умели соблюдать свои сосуды, и не подавали ни в ком повода, и не вызывали в других людях определенную, как бы, emotional attachment to you. Чтобы потом Господь не стал врагом против тебя. Когда, например, сердце этого человека будет повреждено, или он будет, или эта сестричка будет лить слезы перед Богом за то, что ее жизнь теперь разрушена, ей трудно полюбить кого-то или даже посмотреть на кого-то, потому что она так, настолько приблизилась к этому парню, который просто сделал defrauding, который просто cheated her emotionally. Дал много расположения, но потом withdrew back. Знаете, что я хочу сказать? Еще есть много вещей, которые можно было бы пройти в этой теме, но у нас уже нет времени. Поэтому, я думаю, мы закончим на сегодня. Я думаю, мы продолжим на следующем собрании. И мы продолжим на определенных вещах, как делать и как поступать, может быть, более. In the meantime, guys, я вам посоветую, молодежи, дайте знать. Может быть, как-то пригласить. Я, может быть, в воскресенье скажу, что мы будем говорить концательно об этих вещах. Потому что я заметил, это не второстепенные вещи в церкви, в анаха отношениях друг с другом. Мы хотим быть как церковь Иисуса Христа, мы хотим быть чистыми. Мы хотим служить друг другу, любить друг друга и поддерживать друг друга, как братья и сестры. Мы хотим, чтобы наши семьи были серьезными или становились серьезными. Поэтому для нас очень важно сегодня смотреть эти темы, смотреть эту тему, обратить более серьезное внимание на эти вопросы. Я, может быть, и точно так же, подготавливайте вопросы. Может быть, молодежь, ребята, может быть, как-то подготавливайте вопросы. Может быть, я поставлю какую-то баночку или, не знаю, или можете на веб-сайте их как-то прислать. Леш, можно как-то прислать вопросы? Ты можешь сделать Или может быть, а, у нас же нет уже Хорошо, тогда просто может быть на какой-то бумажечке Или как-то напечатать вопросы определенные Мы будем как бы эти вопросы обговаривать Даже если они будут касаться уже даже семейной жизни Определенных вещей, как бы исцеления Потому что и следующее собрание Думаю, мы просто будем более подробно и конкретно поговорим об этих вещах Хорошо? Потому что, честно вам сказать, еще у меня здесь много есть материала Которую можно было бы пройти и побеседовать Но просто уже нет времени Я хочу, чтобы мы придерживались порядка служения Поэтому давайте я прочитаю одно место из Священного Писания И мы с вами помолимся Это место будет С римлянам Я прочитаю с римлянам последнее место И мы будем молиться Любовь не делает ближнему зла И так любовь Есть исполнение закона Так поступайте, зная, что время Что наступил Зная время Что наступил уже час Пробудиться нам от сна Ибо сегодня ближе к нам спасение Нежели когда мы уверовали Ночь прошла День приблизился И так отвергнем дела тьмы И обличемся в оружие света Как днем Будем вести себя благочинно Не предаваясь ни пированием Ни пьянству Ни сладострастью То есть этим всем сексуальным нечистым желанием И распутству Ни ссорам и зависти Но оденьтесь в Господа нашего Иисуса Христа И попечение о своем теле Не превращайте в похоть Хорошо, дорогие мои Поэтому Давайте мы сейчас помолимся Может быть, если кто-то хочет в чем-то покаяться Вы можете покаяться перед Богом Проверить свое сердце еще раз Посмотреть определенные вещи Вычистить и посмотреть Пронять правильную библейскую позицию Или позицию На которой я хочу четко стоять И утвердиться В моем служении Богу Хорошо, давайте помолимся Отец, мы приходим к тебе в этой молитве Сказать тебе, что мы тебе весьма благодарны За слова твои За слово жизни твоей, Господь Ты хочешь, чтобы мы учились Божьим Писанием твоим Ты хочешь, чтобы мы были Чтобы мы хранили себя чистыми, Господь Неоскверненными от этого мира Неоскверненными от отношений В которых мы не должны быть, Господь мой Чтобы мы хранили себя для тебя Для служения тебе, Господи Совершенно уповая на тебя Ибо знаю, придет время И от тебя придет, мой Боже, благословение И спутник или спутница жизни Которую усмотрел ты для нас, мой Господи Ибо я знаю, ты усмотрел спутницу для Адама Усмотрел ее для Исаака, мой Боже Усмотрел, мой Господь, их точно так же Спутников и спутниц друг для друга И для женщин, которые искали твоей воли И для мужчин, которые искали прежде всего тебя Ты благословил их, мой Господь С сильными семьями С хорошими семьями Твердыми, благословенными И хорошими отношениями, Господь Где они могут быть и в внутреннем единстве Эмоциональном, духовном, душевном И в телесном единстве Ибо все ты сотворил, мой Господь И сказал, что это весьма хорошо И я прошу тебя, пусть вечный стандарт твоего слова Утвердится в наших сердцах В сердцах молодежи, Господь мой В сердцах тех, которые, Господь мой, ищут Того, чтобы ты благословил их семьей Тех из нас, которые уже имеют семьи, Господь Чтоб мы жили чисто, свято пред тобой, мой Боже Облегшись в тебя, мой Господь Не как эгоисты, мой Боже Но как люди, любящие, Господь мой, друг друга Мой Боже, как ты и заповедал нам Во имя Иисуса Христа я прошу Даруй благодать и благословение Чтоб мы имели больше рассуждений, Господь мой На эту тему, страниц священного писания Чтобы мы взяли все то, что мы должны получить Откровения, с которыми мы должны жить И хранить себя, и как написано Таким образом, угождать тебе Ибо воля Твоя есть наше освящение Я молюсь за молодых парней, Господь мой За тех, которых сегодня есть определенные Юношеские похоти, стремления, желания Господь, помоги, даруй им благодать Хранить себя в чистоте Очисти, мой Господь, от всех отношений Которые, может быть, повредили им, Господь мой От всякой нечистоты этого мира Которая прокралась в их сердца Во имя Иисуса А также молю тебя за молодых девочек За сестер, мой Господи В нашей церкви, которым время выйти замуж Чтобы ты благословил их, мой Господь И послал спутников жизни, мой Господь Достойных их, любящих их, мой Господь И заботящихся о них, мой Боже Мы приносим тебе, мой Господь, наши сердца Все время и груз С раскаянием приходим к тебе, Отец Ибо только раскаивающееся сердце Ты способен очистить, омыть, осветить, мой Господь Чтобы оно полностью принадлежало тебе И было в любви твоей, наполнено любовью твоей Я благодарен тебе за это служение За моих братьев и сестер Я благодарен тебе за то, что ты делаешь в нашей церкви, Господь Пробуждая нас, благодарен тебе за каждую проблему Которая поднимается, через которую ты делаешь И учишь нас быть сильнее, Господь Уповая на тебя, славлю тебя Я верую, мой Господь, что придет твое пробуждение В сердца наших церков Что церковь эта наполнится спасенными людьми И молодежь будет, как цветущий сад Посему, Отец, даруй более слово твое, мой Господь К молодежи, мой Господи Чтобы это слово would challenge them, Father To live godly and holy lives Чтобы вырастить из этой молодежи Из наших детей, Господь Чтобы мы были способны вырастить мужчин Мужей, которые будут ответственно любить своих жен Чтобы нам вырастить, мой Господь Из маленьких сестричек, девочек, Господи Жен, которые будут послушны И любящи свои мужья Мы боялись, чтобы тебя, Господи Чтобы с детства мы настраивались И атмосфера учения Твоего, мой Господь Проникало в наши сердца А не этот мир и не чистота этого мира Защити наших детей Защити подростков Защити молодежь, Господи Ибо на Тебя мы уповаем Великий Царь, Великий Бог И Ты прими за все хвалу Поклонение и честь Великий Бог Отец, Сын и Дух Святой Аминь Слава Господу